У нас половина часа, нам просто приносили еду за едой, еду за едой, фирмировали. Женя утром говорит, Маша, иди на кухню. Я говорю, да я хочу медитировать. Он говорит, иди на кухню. Вот. На ужин меня пригласили. В новом саре готовы идти в индийский ресторан Michelin. Женя подсвечивает. Давай, покажи, какая я красивая. О, ну и как классный сад. Ммм. Женя, тебе нравится, как я хожу? Да. Этспетитий. Освещает тебя. Куда мы с Женей идем? У нас на районе, нам так повезло, есть мишленовский и индийский ресторан. Называется «Аватар». Я его приметила какое-то время назад. И вот Женя сегодня сюрпризом меня туда пригласил. Будем ужинать с большим количеством блюд. Вот. Там очень много их. И, в общем, попробую там поснимать. Думаю, будет красиво и вкусно. Есть такая особенность. Там некоторые блюда были предложены богам. Это значит, что был сделан ритуал и теперь это блюдо стало просадом. То есть, благословенной едой. У Жени собрались. Тоже красиво оделся. И поведет свою... Ручку. Ну, курицу, да? А кого? Павлинчика. 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 Иду довольная, что мы идем с мужем. И классно, что мы просто идем, потому что у нас на районе этот офигенный ресторан. Ну, мы же там не были. Может, не офигенный. Ну, по отзывам там все пять звезд. Все пять. 4,8. Там не было 4,8? Гугл 4,8. 58, по-моему, оценок 4,8. Серьезно? Что-то заговнило. Что-то заговнило из-за цены? Русский, наверное. Этот ресторан открылся у нас на районе несколько месяцев назад. И я очень хотела туда попасть. Совсем недавно я сказала Жене, что я была бы рада туда сходить. И не ожидала, что Женя это запомнит, пригласит меня, забронирует для нас классный вечер. Ресторан позиционирует себя как вегетарианский, но у них также есть опции с веганским меню и безглютеновым. За вечер будет подано 16 разных блюд. Они будут отличаться сладкие либо соленые, острые, холодные, теплые. Весь персонал в этом ресторане очень дружелюбный. Помогают, следят, постоянно убирают тарелки, ставят новые, красивые. Одним словом, они делают все, чтобы ваш вечер в этом ресторане был незабываемым. При нужном блюде рассказывают его лучше кушать. И именно это нужно откусить часть этой печеньки и запить вот этим соусом, чтобы внутри все во рту смешалось. И потом можно было почувствовать вкус, который раскрывается. Особенно меня порадовало то, что официанты подсказывают, как лучше кушать блюда. Потому что я немножко растерялась, и когда ты видишь красивую еду, кучу тарелок, и думаешь, а как это правильно взять. Но все заботятся и показывают, что сначала лучше съесть вот это, запить вот это, либо делай как тебе хочется. Следующим приятным, таким неожиданным событием для меня было то, что блюда выносят не только официанты, но и шеф-повара. Иногда даже они рассказывают историю, что это блюдо из их оригинального места рождения. Таким образом, они отдают дань своим традициям. Съели только четыре блюда, и вот пошла на перерыв. Не знаю, как мы закончим все шестнадцать. Абсолютно каждая тарелка, каждое блюдо выглядит как произведение искусства. Над ним работают десятки человек, чтобы принести на стол и доставить удовольствие, как визуальное, так и вкусовое. Это не я такой варвар. Нам сказали, что лучше всего это блюдо пробовать, когда оно перемешано и сломано. К моей радости не только я занималась съемкой фото и видео в этом ресторане. Абсолютно каждый человек, который там кушал, хотел запечатлеть для себя эти красивые тарелки, это красивое блюдо. И я не чувствовала себя неудобно. А мой свет, как вы видите, сделал просто превосходную картину. Он такой нежный по сравнению с предыдущим. Десять лет назад пинцетами я наращивала ресницы. А теперь ем грраколини. Абсолютно перед каждым блюдом официанты либо повара рассказывают историю этого блюда, из чего оно состоит, как лучше есть. Если у вас есть два с половиной часа свободного времени в Дубае, обязательно сходите в этот ресторан. Я думаю, что вам он очень понравится. И вы можете выбрать как веганский, так и вегетарианский. Вкусы у каждого блюда настолько разные, что их было сложно описать словами в моменте. Поэтому я просто показывала Жене, как это выглядит у меня в голове руками. В этом блюде нам предлагали дополнительный хлеб. Но мы и так ели доедали уже эти блюда, поэтому понимали, что нам главное попробовать все. Здесь принесли историю касательно нашего следующего блюда. Голодным 100% отсюда не уйдешь. Ну и с плохим настроением тоже. Мы с Женей с удовольствием кушали, фотографировали, снимали видео. В общем, романтично провели этот вечер. Единственная сложность, которая у нас возникла, это ровно дойти до дома, потому что наши животы были настолько полные, а голова полна впечатлений, что мы шли очень медленно и в развал. Последнее, шестнадцатое блюдо, это чай. Мы реально с Женей доживали, мы столько не едим, это долго. По времени здесь два с половиной часа, нам просто приносили еду за едой, еду за едой, все рассказывали, все красиво. Когда-то курсы были больше, когда-то меньше, когда просто один раз в рот положите, когда-то нужно четыре раза в рот положить. Мы сделали 16 блюд, 16 подач блюд. Было очень вкусно, очень красиво. Мы не то, что с Женей фанаты какой-то вкусной еды. Внимание и время, которое мы здесь провели, это восхитительно. И здесь очень много шефов со звездами Бишлен, и они прям подают, то есть они готовят сами, подают и рассказывают историю каждого блюда со справой, как его правильно есть. Короче, мне очень понравилось. Стоило все это, мне кажется, вообще недорого. На одного человека 500 деревьев, на 12-40 рублей на человека. Но должно стоить намного, намного, намного дороже, потому что то внимание, то качество продуктов, то внимание к каждому блюду, к тарелкам, блюборам. Сколько здесь персонала работает? Ну, человек 15, наверное, как-то насчитали. В общем, мне очень сильно понравилось, но я душа очень-очень сильно довольна. Вояж. Все, надо валить отсюда, пока нам еще до барки не предложили. Не получилось уйти. Быстро идем на счет, и нам принесли десерты с собой. Но мы их, конечно же, уже будем есть не сегодня, а завтра, и просто их оставим в холодильнике. Я не знаю, насколько постепенно они все продумали, и даже меню можно забрать.